здравствуй дорогой друг тебя приветствует клана альянсера лига и сегодня разбираем очередное оружие с модом разлома что-то интересное с интересной такой механикой на мой взгляд ну что ж приступим а на очереди у нас мод разлома для оружия огрест недооцененное оружие но на мой взгляд довольно такие с интересной механикой ну что ж перейдем непосредственно билду и посмотрим что туда поставил и попробую по модам поподробнее разобрать зазубрины увеличивают нам общий урон разделенно патроны увеличивают нам статус также поднимают его урон злодейская акселерация увеличивает нам скорострельность так как нам скорострельность нужно ракетки у нас заряжаются и натягиваются ну как натяжение наподобие лука идет данный мод можно выбить с хранилища в руинах аракин проблем с ним быть не должно разиков если побегаете упадет везде не хотите бегать можете его купить торговом черепс наггета примерно 10 платины ориентировочно высокое напряжение пагубная сила повышает нам статус и дает нам эффект коррозии моды тоже не проблема пагубную силу приносит дядь кавор из бездны высокое напряжение падает с ящиков корпуса на не всех улей так что побегайте вечерок может быть что-то повезет улей который имеется ввиду на сей день мощный выстрел с него нам интересен только статус но но телегрита тоже хорошо вдруг он у нас пройдет данный мод вышибается с кошмара тоже проблем с ним особо быть не должно также дешево очень стоит в торговом чате далее очень интересный мод идет падает он с босса седны кейл детейл где она тусуется и с нее с какой-то шаскота небольшим процентом вероятности шанса падает вот такой мод напал ночного дозора что он делает при взрыве нашей ракеты у нас на 6 секунд еще отходит небольшая волна которая наносит 30 процентов урона очень довольно интересно но не хотите за ним бегать можете его купить он вообще наверно платина 5 стоит дешевый мод и наш мод разлома увеличивать нам статус на 121 и урон на 220 процентов соответственно очень хороший мод ну был еще вариант попрутить огонь и урон ну посидев подумав по кумеков либо огонь либо лед скорее всего ну что-то такое вот связанное взрывом или связано с коррозией либо огонь либо лед либо электричество либо яд все что угодно все же повышает урон но посидев подумал я уж подумал если уж крутить его в статус то посиду сил она как можно больше то лучше статус поставить потому что как-то более-менее привлекательно смотрится и как по мне это очень подходящий мод для данного оружия цена моды примерно также платины ну думаю 20 дней он вообще за 10 достался то есть поищите кто-нибудь может быть продаст не настолько популярно оружие чтоб мод стоял безумных денег вот такой вот билд и сразу оговорюсь что оружие надо использовать с осторожностью если стрельнуть рядом с собой то соответственно можно самоубийца и также мы видим уже пошли у нас наши отголоски огня от оружия то есть механика очень простая заряжается ракета направляем куда-нибудь стреляем на упреждение если противник будет потому что ракета летит от относительно медленно вот наш огонь пошел вот такая вот у него штука интересно получается и еще одна договор оговорка огрис будем использовать с таким оружием как движнего боя под названием зинистар зинистар дается у нас в награду за 300 дней входа в игру что интересно зинистаром он может кидать блинчик от этого блинчика будут отходить волны кто попадает в радиус этих волн получает соответственно урон на данное оружие рекомендуется поставить растяжение prime почему смотрите кидаем наш блинчик зажимаем кнопочку е вот наша волна пошла специально покрасил в красный цвет чтобы было видно наглядно это у нас стоковый вариант то есть ничем мы его не прокачивали в плане растяжения берем улучшение ищем наш размах prime вставляем и смотрим что получается также можно обратить внимание здесь относительно все по госту но это уже потом разберем кидаем наш блинчик и как хорошо видно наглядно волна очень стала большой то есть можно прям вообще контролировать очень большую территорию что я поставил зинистар тоже надо будет иметь это в виду гальванический разряд кара все то же самое что и с оружием также вышибаются с вора и на миссиях и ряды улей порочный мороз вулканическая грань вышибаются либо на миссиях кошмара либо на шпионажах тоже с ними проблем быть не должно все моды нам эти четыре моды дают статус поднимая там статус и дают нам эффекты взрыва и коррозии ярость prime увеличивает у нас скорость атаки болевая точка нам увеличивает урон размах соответственно увеличивает нам радиус и вот это вот спорно очень мод здесь несколько есть вариантов либо поставить избыточное состояние мод который увеличивает нам на 60 процентов урона за каждый навешанный статус а у нас статуса 2 взрыв и коррозии соответственно урон повысится на 120 процентов или же как либо как некоторые оставят сюда берсерк чем интересен будет бесед берсерк сейчас мы поставим для начала и потестим как это будет с берсерком и как это будет без него чтобы у нас все было наглядно все варианты сейчас посмотрим зинистаром хотя говорим о погрессе так возьмем бомбардировщиков двух порабощенный пулеметчик хотя это пулеметчица поставим соту уровень и просимулируем быстренько сейчас у нас стоит морг на берсерк опа странно конечно странно вуконг-то у нас не бессмертный так вот сейчас бессмертный ууконг и закидываем блинчик все блинчик заработал и смотрим это у нас берсерком вот берсерк на заработал и у нас от этого сразу получилось скорость атаки большая стала справляется он вот так не спеша урон идет висит он примерно наш блин 45 секунд но это тот вариант хорош в том случае если вы любите кинуть блин и помахаться подождем посмотрим злодин листак справится он с этим модом или нет наш блин ну вроде как справляется не хватило немножко ему мощей сейчас поставим второй наш вариант с которым я бегаю по сути они одинаковые просто по мне как второй вариант который нам увеличивает урон от статуса по мне так более привлекательно смотрится потому что если с ним бегать то мне проще кинуть блинчик и куда-нибудь по своим делам побежать дальше воевать ну если вы любите помахаться можете оставить бессмерт тут кому как кто как любит а берем денистар кидаем ну и смотрим что будет происходить так 30 секунд у нас 35 осталось но посмотрим справится ли он или не справится лучше конечно делать на взрыв потому что противники опрокидываются то очень хорошо чтобы они дальше этой волны не убегали выбежали до волны и все и начали на паку падать ну вот что то я вот не вижу большой разницы но если крит проходит он проходит очень хорошо если даже пару человек умрет ну видно видно что получше справляется видно они почти умерли они почти умерли там еще копеечка осталось у бомбардировщика ну да видно что немного лучше справляется но говорит тут же кому как ладно отступление наше закончилось теперь уже точно непосредственно переходим к нашему оружию и посмотрим как у нас будет уничтожать этих же противников наш когрис звезд с небес мы хватать не будем так глинчик надо убрать так как когрис не такое уж и мощное оружие кардинально он как-то его не меняет но все равно оно помощнее стало так же этим оружием хорошо убивать зараженных но так же надо быть внимательно лучше кем-нибудь в оконгом играть потому что очень-очень легко самоубийцам как в прицелах нас любят наши сопротивцы забегать ракета летит рядом с тобой взрывается ты умираешь материшься и сдуваешь себе нервы и по конце подрываешь ракет наше быстро натягивается или заряжается или подготавливается хрен знает как это все там происходит ну как мы видим оружие такое не очень скорострельное ни коим разом она не ваншотит наша палка махалка с ракетами проблем вообще быть не должно так ну одного пыльничка с бомбардировщиком мы уже убили патроны еще есть можно спокойно пострелять в свое удовольствие так пулеметчица готова и бомбардировщик куда-то побежал от нас ну почти почти любили бомбардировщика вот так вот но не спешащие то есть в чем прелесть данного оружия если играть против средних рангов например рангов уровня пятидесятых там или меньше или шестидесятых пятидесятых можно держать два коридора например на обороне либо на выживании то есть один коридор второй один второй один второй перезарядкой скорости там мы успеем перезарядиться и за это время у нас всегда будет работать напалм будем его напалм называть в принципе очень хорошо теперь же почему я говорил про Денистар потому что и у Денистара идет волна которая наносит урон и у Огриса идет тоже волна которая наносит урон в совокупности эти две штуки дают просто потрясающий эффект давай же протестируем еще раз но только возьмем полностью и Денистар и Огрис сходу кидаем сходу кидаем и переключаемся на Огрис и начинаем стрелять стрелять а так на полонник одного бы что ли хотя бы пулеметчик сразу разобрался и еще один готов и бомбардировщики сейчас у нас на очереди так вроде шотнулись да шотнули да шотнули один шотнулся или добился в общем очень весело что еще хорошо хотя у Огриса и у Денистара очень маленький шанс крита но он проходит и поэтому чтобы полностью это все было очень хорошо и красиво очень хорошо играть когда врагов довольно таки много давай например возьмем их по 4 чтобы у нас шел урон и хоть какая то была вероятность что хоть что нибудь у нас до крита нет а с критом очень будет довольно таки забавно это все смотреть потому что будет проходить крит и крит у нас будет проходить по области что очень даже хорошо берем Денистар как попробуем залезть по выше чтобы было удобно это все нам смотреть и начнем потихоньку уничтожать таком 3 ракеты потратили так ну-ка на этих сколько у нас ракеты уйдет 1 так ну пусть у нас в радиусе вот видите как шикарно справляется просто шикарно так ну что у нас подходить то он не хочет все кинули блин один ракета и два ракета и все по моему он готов нет не готов все готов вот так вот очень хорошая связка получилась то есть коридора 2 можно держать можно в один где очень дофига кинуть зенистар блинчик и пострелять туда и конь еще один коридорчик также постреливать механика по моему очень забавно куда-нибудь против зараженных бегать ну просто прелестно на ту же риту где у нас фармят деньги окат миссия называется он вы Потом, может быть, добавлю, посмотрим, как это будет смотреться со стороны. Вот такой вот интересный у нас получился взгляд на обрез и на пару. Извини старым. Ну, никто вам не мешает экспериментировать. Думайте сами, решайте сами. Ну, на этом всё. Пока.